МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тольяттинская команда по слэдж-хоккею в составе ветеранов СВО завоевала Кубок всероссийских соревнований Герои нашего времени. Турнир впервые прошел в Туле. Поделимся подробностями этого события. Как сделать Самару Тольятти, Жигулевск, Сызрани и Чапаевск еще более привлекательными для туристов, знают участники федерального конкурса из 63-го региона. О перспективах развития сферы гостеприимства расскажем. Более двух десятков домохозяйств пострадали в результате урагана в поселке Красная Горка Кенель-Черкасского района Самарской области. В минувшие воскресенье мощные порывы ветра, град и дождь обесточили населенный пункт, оборвали линии газоснабжения, снесли кровли по стройкам. О том, как идут работы по устранению последствий стихии, материал Леонида Кошмана. Сорвал шифер с дома, промочил стены и полы. А самое главное принес страх, рассказывает жительница поселка Красная Горка Людмила Черяпина. Такого ужаса она не испытывала за 50 лет своего проживания здесь. Ураган, которого не припомнят, сторожил, обрушился в это воскресенье на населенный пункт. Сначала вроде ничего, теле смотрю, а здесь как пошел град, даже дождик не было, ветер такой сильный, и ба-бах-бах, не пойму, сел, сижу, понимаете, напугалась, а здесь у меня, оказывается, на крыше, понимаете, страшно было одной, пошла одна же, к соседям пошла. Как полетел, вот это и потекло, прям, понимаете, не знаю, чашку вставлять, и там все, паласы, все мокрое, все грязно, понимаете, все, ковры, все, видеть надо. Одна из самых опасных ситуаций в поселке Красная Горка, произошедших в результате урагана, связана с этой сосной. Дерево упало под порывами ветра и повредило газовую трубу. Люди объединялись по звонку, убрали бензопилы в руки и расчищали завалы. Газ начал там выходить, я уже главой Сергеевичу позвонил. Вот, тут Сергеевич приехал, попросил поехать, деревья там, говорит, по дороге там, ну, поваляла. Ну, мы там пара деревьев спилили, тут глава района подъехал. Этот ураган был, я в сарай коров доел, мне тоже там в сарай крышку несло. Нет, буквально, мы пока коровили, как буквально не было, короче, раз, как будто кепку как будто снесло, раз. Почувствовали страх изначально, потому что дом ходил ходуном, ветер сильнейший, град в окно. Вот, после того, как все стихло, выглянуло в окно, смотрю, дерево валяется на трубе. Стихия нарушила электроснабжение, повалила ряд столбов, линии электропередач, порваны провода. Из 170 частных домов поселка серьезно повреждены более 20. Аварийные бригады работают с понедельника, электричество, газ сейчас подается в полном объеме. В ситуацию вмешался глава Самарской области Вячеслав Хедорищев. После встречи с главой района принято решение увеличить размер выплат. Это будет нефиксированная сумма 10 тысяч рублей, как предполагалось ранее. Компенсирует реальный ущерб. Речь идет о сумме до 100 тысяч рублей. Встретились со всеми жителями, посмотрели, что где нарушено, составлены сейчас сметы. Вот сейчас мы уже вместе с подрядчиками вышли уже на объекты. В самые короткие сроки повреждения будут устранены, что касается кровель наших домов. Помощь огромная со стороны области. Было принято решение о выделении дополнительных средств на пострадавшие дома. Там, где внутри домов повреждены мебель, другие предметы первой необходимости. Сейчас идет процесс сбора необходимых документов. Подключился региональный Минсотдем. Жители начнут получать компенсацию уже в конце этой недели. Леонид Кошман, Александр Дудко, телеканал «Губерния». Вячеслав Федорищев подал в региональный избирком документы для регистрации в качестве кандидата на должности губернатора. Он представил в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов и стал первым из претендентов, кто принес все необходимые документы. Напомню, срок их подачи завершается сегодня, 24 июля. После проверки документов избирком примет решение о регистрации кандидатов. Напомню, Вячеслав Федорищев выдвинут на должность губернатора Самарской области региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». И сегодня же документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора подал выдвинутый партии КПРФ Алексей Лескин. Напомню, на предыдущем этапе претенденты на должность губернатора представляли в региональный избирком документы о выдвижении. И этот период кампании завершился 21 июля. За кресло губернатора Самарской области, кроме Федорищева и Лескина, планируют побороться Михаил Марякин от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Владимир Плякин от партии «Новые люди», Вадим Байков от «Коммунистов России», Наталья Бесярина от ЛДПР, Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива», Григорий Еремеев от Демократической партии «России». Напомню, досрочные выборы главы Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября этого года. Кстати, проголосовать на выборах губернатора Самарской области можно будет на любом избирательном участке, если это будет неудобно сделать в пункте по месту прописки. Главное – заранее подать заявление. Сделать это можно в территориальной или участковой избирательной комиссии, а также в МФЦ или через госуслуги. В территориальных комиссиях заявления принимают до 2 сентября, в рабочие дни с 10 до 14 часов и с 16 до 20. В выходные и праздники с 10 утра до 4 вечера в МФЦ заявления принимают по графику работы каждого конкретного центра. А вот в участковую избирательную комиссию можно будет обратиться с заявлением с 28 августа по 2 сентября. Адреса комиссии на сайте избиркома Самарской области. Я напомню, выборы главы региона продлятся 3 дня – 6, 7 и 8 сентября. И еще о возможных изменениях в органах власти. Вячеслав Федорищев предложил кандидатуру сенаторов Российской Федерации от Самарской области. Это экс-губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Андрей Трифонов и депутат Самарской губернской думы Марина Седухина. Политолог, профессор высшей школы экономики Марат Баширов прокомментировал решение Вячеслава Федорищева по кандидатуре Дмитрия Азарова. Баширов напомнил в основе кадровой политики президента Владимира Путина опоры на компетентных руководителей и ротацию. Именно ротация является залогом того, чтобы проблемы не накапливались. Вячеславу Федорищеву поставлены четкие задачи, в том числе и по линии наведения порядка. И он их выполняет с первых же дней своего пребывания в регионе. Но Адмитрий Азаров получил новую возможность помогать жителям родной области как настоящий патриот своего региона и страны. Цитирует слова политолога телеграм-канал соваинфо.ру А сейчас к теме поддержки участников СВО. Семь Камазов из Красноярска через всю Россию едут за ленту, останавливаясь в разных городах и собирая там гуманитарную помощь. Самара, Сызрань, Ульяновск, Димитровград, Тольятти. В этой акции помощи защитникам участие принимают тысячи жителей страны. В Тольятти грузовой гуманитарной помощи встречают лидеры волонтерских объединений. Мы сегодня здесь все собрались для того, чтобы познакомиться с нашими друзьями из города Красноярска. Они подъезжают. Мы подготовили гуманитарную помощь. Все команды города Тольятти волонтерские объединяются. Потому что в 1945 году мы победили, потому что вся страна объединилась. Наши силы в единстве. У русских людей есть такая особенность, чем на нас сильнее давят, тем бетон становится тверже. Даже такая песня есть. И вот сейчас нас уже не остановить. Мы настолько стали сильные. Мы настолько поддерживаем наших ребят. Суть русского народа, в первую очередь, это сплочение. И в сегодняшний день, и во все времена сплочение народа в трудную минуту, времена, оно помогает. Потому что когда человек один, то это ему сложнее. Не зря есть такая хорошая поговорка «Один в поле не воин». Поэтому наше воинство и наш тыл, от тыла много зависит. Добровольческая бригада «Север» благодарит волонтеров Тольятти, передает им флаг нашего подразделения. Благодарим их за сотрудничество, за их труд, за их работу, за устроенную нам встречу на этом автопробеге «Сибирь-Донбассу-2024». Ребята, вы настоящие, вы лучшие. Спасибо вам огромное. А прямо сейчас покажем очень трогательные кадры. Наш земляк приехал в отпуск из зоны проведения спецопераций, сделав сюрприз жене и маленькому сынишке, который не ожидал увидеть папу в детском саду. Субтитры создавал DimaTorzok Команды «Лада Следж» из Тольятти заняла первое место на всероссийских соревнованиях героев нашего времени по «Следж-хоккею». Участники турнира – ветераны спецопераций. Матчи проводились в Туле, Паралимпийским комитетом России на средства общероссийского движения «Здоровое Отечество». Подробности далее. Вместо коньков – специальные сани, а шипы на клюшках для отталкивания от льда. «Следж-хоккей» – паралимпийский вид спорта и занимаются им люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. На этом турнире все участники – ветераны спецоперации, получившие ранения в ходе боевых действий. Не случайно всероссийские соревнования, которые впервые проходят в стране, назвали герои нашего времени. Мы как «Следж-хоккеисты», у нас появляется еще одна семья, эта семья игровая, тренера для нас как отцы. Ну и это позволяет, в свою очередь, дополнительно получать удовольствие с того, чем мы занимаемся. В Тулу приехали четыре команды, две из них из нашей области – из Самары и Тольятти. Для комплексной адаптации и реабилитации участников СВО хоккейные клубы ЦСКА ВВС и Лада заключили соглашение с самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» о развитии в регионе этого вида спорта среди ветеранов спецоперации. Со слэш-хоккеистами из Автограда на днях встретился Вячеслав Федорищев. Глава региона ознакомился с материально-технической базой и пообщался с игроками на тренировке. По итогам, тольяттинская команда стала победителем соревнований. Не надо сдаваться, надо идти всегда вперед. Мы сегодня победили, и вся команда решила, у меня сегодня у сына день рождения, ему 15 лет, юбилейчик, я дарю и вся команда сыну эту победу. Пусть смотрят на нас, с нас берут пример. Мы в Тольятти все себя так ведем. У нас есть такая внегласная пословица «Мы приехали, чтобы победить». Ой, чтобы победить. На церемонии закрытия были определены лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь и самый ценный игрок соревнований. Несколько спортсменов получили памятные медали, посвященные десятилетию Олимпийских игр в Сочи. Сергей Павлов, Телеканал «Губерния». Поддержка бойцов на передовой сегодня одна из ключевых задач для каждого региона нашей страны. Ульяновский автозавод регулярно отправляет за ленточку автомобили с высокой проходимостью. Их модифицируют так, как просят сами военнослужащие. С производственными площадками этого предприятия ознакомился руководитель Комиссии Госсовета по промышленности Вячеслав Федорищев, глава Самарской области и губернатор Ульяновской также заключили соглашение о сотрудничестве в целом ряде сфер. Мои коллеги продолжат тему. Эти машины в нашей стране ласково называют «буханочки». 452-е УАЗики – настоящие автомобильные долгожители. Модель выпускают с 1958 года. Простая конструкция, легкий ремонт, высокая проходимость. Где буханка только не работала и в скорой, и в нефтегазовой сфере, и даже в кино. В веке 21-м незаменимый помощник на фронте. И эти экземпляры скоро уедут за ленточку. Мы продолжаем работать. Мы продолжаем работать. Да, грузоподъемность. Ну и грузбронный. Мы можем убегать в заводских человек приобретать. Просто вот кастомизированные все эти там ласковочки, они в доме делают. Если вы производитель сделаете усиленно, потому что им это может быть защищенным. У нас еще партнер взяли еще не лучше, но уже им было. Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Ульяновскую область ознакомился с производственной площадкой местного автозавода. Здесь делают 55 тысяч экземпляров в год. А инжиниринговый центр предприятия резидент нашего Тольяттинского технопарка Жигулевская долина. На сегодняшний момент уже локализованы двигатель и коробка. Двигатель мы поставляем из Елабуги. Коробка передач поставляем из Заволжья. Осенью планируем локализацию РАМу и зимой локализацию штамповки Тольяттинского. Как руководитель комиссии Госсовета по промышленности Вячеслав Федорищев ознакомился с местными разработками. Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации. В целом у Самарского и Ульяновского регионов много точек соприкосновения, кроме непосредственного соседства. Например, производство беспилотников. Мы делаем каркас нормальный, мощный, а потом обшиваем панели, то есть терзинамические поверхности, что крыло, что фюзеля, они делаются на термопастах автоматом. Поэтому получается, что у нас конструкция может очень быстро изготовиться. То есть самолет изготовляется. Если композитная технология, это долгозатратно, то это получается прям очень быстро и в большом количестве. Обмен опытом продолжат, и это намерение уже зафиксировано документально. Подписано соглашение между правительством Ульяновской области и правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. По приоритетам это беспилотная составляющая. У нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. Конечно, это большая промышленность, машиностроительная. И у нас очень много автокомпонентчиков уже нашли возможность в кооперацию войти с Ульяновским заводом. И наоборот, я знаю, что многие производители здесь уже в стадии подписания соглашений с компанией «АвтоВАЗ». Еще одна сфера образования в Ульяновской области заключил соглашение с Самарской компанией, которая проектирует и оснащает медицинские учреждения. Коопераций между регионами должно быть много, считают участники встречи. Поэтому самое главное это добрососедство. Активно будем развивать туризм. Дело в том, что Самарская область лидирует по количеству туристов, которые поезжают в наш регион. По прошлому году количество их составило 239 тысяч. Мы активно будем сотрудничать по скачиванию плавистического маршрута Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залюх. Здесь товарооборот, поток грузов также растет. В этом крайне заинтересованы и Самарской губернами, и Ульяновской области. И еще ближе два региона друг к другу сделало открытие трассы обход Тольятти в Самарской области. Новая высокоскоростная магистраль, где можно ехать до 120 км в час, уже сократила время в пути. Анна Ивахина, Ольга Павловская, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». Ввод новой трассы действительно открывает большие перспективы в сфере внутреннего туризма. Обход Тольятти и Волжский мост сделают перемещение гостей более комфортным. Эксперты считают, что это поспособствует увеличению турпотока в Самару до 4 миллионов человек к 2030 году. Такую цифру установили авторы проекта развития столицы 63 региона по программе «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития». Помимо Самары в федеральном конкурсе участвуют также команды Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска. Подробнее в материале Леонида Кошмана. Нетривиальные решения, которые должны продвигать Самарскую область. Туристический потенциал региона на примере пяти территорий Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска представили на предзащите проектов по программе «Гостеприимные города». Это четыре региональные управленческие команды. Они проходят обучение по программе «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития». Образовательную программу реализует государственная корпорация развития «Веб.рф». Министерство экономического развития страны совместно со школой управления Сколково. Мы понимаем, что после защиты самая работа только начинается. Города, которые располагаются на Волге, красиво, и город, и холмы, и история большая. Есть что посмотреть, есть куда съездить. Что для меня, наверное, Самарской области, я скажу. Для меня это в первую очередь Волга, для меня это Жигулевские горы, Жигулевское море. Самое главное это люди, которые здесь живут. Это очень важно. Люди, которые тебя встречают, провожают, сопровождают. И мы сегодня много говорили о кадрах, которые необходимо здесь воспитать для того, чтобы к вам приезжал качественный турист. Договоренность о проведении такой предзащиты проектов в Самарской области была достигнута с главой региона Вячеславом Федорищевым в ходе Петербургского международного экономического форума. От Самарской области в образовательной программе участвуют четыре команды. Всего же обучение ориентировано на команды из 200 городов России, обладающих наиболее высоким туристическим потенциалом. Очень характерно то, что мы с ВБРФ обсуждаем развитие туризма, потому что это институт, который развивает городские пространства, где мы с вами живем. Это благоустроенные территории, это любые места, которые становятся по-настоящему притягательными. Это комплексное развитие транспортной инфраструктуры, которую мы также в периметре ВБРФ ведем. Это все работает на жителей региона. Чем больше появится удобных, красивых мест для отдыха и досуга, тем больше мы будем с вами им пользоваться. И работает на наших гостей, которые приезжают со всех облаков страны. А чем больше их будет приезжать, и чем больше мы, как Самарская область, наших предпринимателей и бюджет Самарской области будем зарабатывать, тем больше мы будем вкладывать в развитие наших любимых мест. В ходе предзащиты были отмечены сильные и слабые стороны проектов каждой из команд. Так, анализируя проект по Самаре, глава региона Вячеслав Федорищев отметил, не хватило системных решений, которые повысят узнаваемость областной столицы и будут способствовать продвижению губернии в целом. Леонид Кошман, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». Кстати, одно из массовых событий, на которые в наш регион съехалась молодежь со всей страны, стартует уже сегодня. Форум Иволга будет проходить на Мострюковской поляне до 1 августа. Безопасности его участников в этом году уделяется повышенное внимание. Как защищает фестивальный парк от чрезвычайных происшествий, в том числе от лесных пожаров, узнал Сергей Павлов. Фестивальная поляна Иволги видна, как на ладони. Именно на горе расположился штаб лесной охраны. Отсюда лучший обзор и возможность оперативно вмешаться в случае чрезвычайных ситуаций. Мазарьковские озера — территория лесного фонда губернии, поэтому в период проведения молодежного форума сотрудники Минлесхоза уделяют повышенное внимание защите зеленых легких. Тем более, что до середины октября в регионе действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено развалить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем. Внимание будет сосредоточено на том, чтобы не разводить костры в неположенных местах, чтобы не нарушать порядок, регламентированный самими организаторами данного фестиваля, чтобы не уходили люди с троп, не проходили без пропусков. Мы приехали с аппаратом управления, чтобы проконтролировать работу наших сотрудников, посмотреть, в принципе, как они осуществляют контроль, такую деятельность осуществляют. Противопожарное обустройство территории заранее подготовлено. Лесная охрана дежурит в круглосуточном режиме. Обход поляны делается каждые два часа. Помощь лесникам техника, закупленная по нас проекту «Экология». В случае возможного возгорания в постоянной готовности к выезду находятся три экипажа с ближайших пожарно-химических станций. Лесники всегда на чеку. В прошлом году им пришлось тушить траву недалеко от фестивальной поляны. У нас имеются патрульные автомобили, пожарный автомобиль здесь на горе. На самом форуме осуществляем патрулирование согласно разработанным маршрутам утвержденным. Смотрим за порядком, за сохранностью лесных массивов и за порядком на поляне. На первое боевое дежурство заступил и Грей. Пса не смогли оставить одного дома. И сегодня у Чихуахуа ответственное задание проследить, чтобы открытие форума Иволга прошло без происшествий. Конечно, будет помогать на патруле. У нас серьезная собака. Молодежный форум Иволга «Движение первых» пройдет с 24 июля по 1 августа. В этом году фестиваль впервые состоится в федеральном статусе. Сергей Павлов, Дмитрий Алатарцев, телеканал «Губерния». И в эти минуты на фестивальной поляне работает моя коллега Екатерина Лесная. Предлагаю узнать об атмосфере и программе молодежного форума Иволга из первых уст. На неделю фестивальная поляна превратится в место реализации смелых идей генерации новых проектов. Официально стартует уже Всероссийский молодежный форум Иволга. Такой статус он приобрел в 2024-м. Также в этом году рекордное количество заявок со всех 80 субъектов страны. Более 40 тысяч, половина из которых из нашего региона. Сейчас здесь 2000 участников. Их ждут тренинги, мастер-классы со спикерами регионального и федерального уровней, а также образовательные программы по 11 направлениям. Культура, наука, спорт и другие. Отдельное внимание здесь уделяется теме семьи. На площадке есть семейный павильон. Там будут проходить встречи с хедлайнерами. С ними можно будет поговорить о сохранении семейных ценностей и воспитании детей. Телеканал «Губерния» продолжит следить за развитием событий и передавать зрителям атмосферу творчества и молодости. Я добавлю, наблюдать за происходящим на площадке можно в режиме реального времени. Стрим с открытия форума ведется в группе Самарского областного вещательного агентства во Вконтакте. Ну и продолжаем выпуск. Ежегодный региональный конкурс компании «Достояние губернии» продолжает принимать заявки от самарских производителей. А члены экспертной комиссии знакомятся с компаниями-участниками непосредственно на их производственных площадках. Об одном из таких визитов расскажем далее. Мы проектируем будущее. Так звучит девиз Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи. В Самаре Непенев трудится свыше двух тысяч сотрудников, которые обеспечивают комплексное научное, проектное и инжиниринговое сопровождение процессов нефти и газодобычи для предприятия компании «Роснефть» на территории всей страны. За четверть века успешной работы наш институт накопил богатый практический научный опыт по самым различным направлениям от проектно-изыскательских работ, геологии на научно-исследовательских работ в области технологий информационных и экологии. Одна из наших стратегических целей сегодня это развитие научного потенциала, разработка инноваций и современных технологий, в том числе в рамках импортозамещения для нефтяной отрасли страны. Копилки и предприятия десятки наград в престижных региональных и всероссийских конкурсах. За инновационные разработки, реализацию социальных и экологических проектов. В этом году институт решил побороться за звание «Достояние губернии». Для участия выбрали три номинации «Промышленность», «Наука и технология импортозамещение». Это даст возможность еще громче заявить о себе как о лидере отрасли, надежном технологическом партнере, отмечает в институте. Каждый самарец испытывает гордость от того, что здесь очень серьезная научная база, она не только в высших учебных заведениях, но и вот в науке, в исследовании, в бурении. И замечательно, что вот этот конкурс «Достояние губернии» дает возможность об этом заявить и сказать об этом всему региону. Экспертный совет конкурса «Достояние губернии» ознакомился с деятельностью института, коллективом и его разработками в области виртуальной реальности. А также эксперты посетили лабораторный комплекс, который включает 11 лабораторий. В те же года проводится более 350 тысяч исследований. Приехав на предприятие, посмотрев в рамках конкурса большое количество предприятий, которые обеспечивают значимость, узнаваемость Самарской области как субъект Российской Федерации, нам это позволяет судить непредвзято. Нам позволяет оценивать в целом ментальный уровень наших инженерных достижений. На данном предприятии мне хочется отметить, работают, во-первых, выпускники многих наших технических вузов, а во-вторых, это, конечно, очевидно прорывное предприятие для отрасли, которое, конечно, обеспечивает энергетическую безопасность всей страны. Достояние губернии ежегодно определяет компании, достойной стать визитной карточкой 63-го региона, организаторы конкурса Самарское областное обещательное агентство, телеканал «Губерния» и Общественная палата Самарской области. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области, партнеры Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес», Самарское регоотделение Общественной организации опоры России и бизнес-сообщества топ-менеджер. Являемся инициаторами развития и движения вперед наших предприятий Самарской области. Сегодня были радостно удивлены, что предприятие «Самара-Нипи-нефть» работает не только на Самарской область, но и на всю Россию, даже на внешний рынок. Этого дорогого стоит. И их участие в конкурсе, в достоянии губернии, позволяет им выйти уже с имиджем и репутацией еще достойнее и завевать новые рынки сбыта. Опять же, это плюс в экономику региона. Конкурс «Достояние губернии» традиционно объединяет 11 номинаций. Прием заявок ведется до 2 августа. Условия можно найти на сайте соваинфо.ру. Алия Светбаталова, Яков Абрамов, телеканал «Губерния». И смотрите далее в нашем эфире. В лагерях Самарской области продолжают отдыхать дети из прифронтовых регионов. Какие впечатления увезут домой ребята из ДНР, расскажем через минуту. Характер города и его настроение на фотоснимках Толятинский художественный музей представляет ежегодный выставочный проект «Свет и тень». Что наблюдает фотохудожник, когда идет по улицам Автограда, мы спросили у авторов. В 5 дней между небом и землей более 100 участников прибыли в Самару на чемпионат вооруженных сил России по парашютному спорту. Какие упражнения в программе мы узнали. Этим летом в лагерях региона отдохнут более 120 тысяч человек. Мои коллеги отправились в Новокуйбышевские Березки. Там идет уже третья смена. Какую программу подготовили для детей и подростков и кто стал гостями смены смотрите в следующем сюжете. 55 лет назад в эти корпуса въехали на свою первую смену пионеры. А сегодня лагерь Березки готовится к юбилею. За годы он стал гордостью и местом притяжения для детей не только из Новокуйбышевской но и со всей области. Регулярно сюда приезжают и гости из других регионов. Например в этом году в третьей летней смене которая получила название «Поколение. Спасибо!» отдыхают 46 детей Снежного. С ними пообщался исполняющий обязанности главы города Владимир Никирясов и депутат Думы Новокуйбышевска Ольга Борисова. Дети поделились эмоциями. Программа безумно насыщенная каждый день по нескольким мероприятиям ни на секунду не забывает скучно кормят 5 раз в день игры играем каждый день безумно весело безумно энергично чувствуется праздничная атмосфера всем нам нравится мы в восторге от того как стараются аниматоры для нас от того как стараются кураторы мне вообще очень нравится отдыхать я в Березках уже не первый раз вот здесь очень прикольные мероприятия то есть каждый раз проходят разные игры они все по-своему разные есть КТД это коллективная творческая деятельность там мы делаем что-то своими руками сейчас вот готовим танцы к родительскому дню к нам приедут родители мы будем танцевать для них вот еще готовим танцы в общем очень много всего мне очень весело и круто мне все нравится создание условий для отдыха подрастающего поколения в нашем регионе задача которую поставил руководитель области Вячеслав Федорищев он подчеркнул региональная поддержка этого направления будет увеличена в порядок приведут детские оздоровительные центры увеличат финансирование на обеспечение детей бесплатными и льготными путевками принят был ряд решений в первую очередь количество путевок для детей в трудной жизненной ситуации увеличилось на 10 тысяч и это только первый шаг это очень важно что Вячеслав Андреевич обратил внимание именно на это как отдыхают наши дети хотелось бы сказать о важности не только летней оздоровительной кампании вообще а важности всей системы образования дети это наше будущее это наше будущее будущее нашей страны России В 2024 году планируется охватить различными формами отдыха и оздоровления большее количество детей-участников СВО чем в 2023 будут организованы более 5 тысяч инклюзивных смен для детей-инвалидов и для детей с ограниченными возможностями здоровья что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года а до конца этого летнего сезона в лагерях региона отдохнут свыше 120 тысяч детей Екатерина Кузина Сергей Овчинников телеканал Губерния Осторожные мошенники участили случаи кражи денежных средств россиян с помощью мобильной связи и сети интернета А как с этим обстоят дела в Самарской области на какие уловки идут злоумышленники чтобы поживиться за чужой счет и как не попасть-то на обман обсудим с Владимиром Корнеевым заместителем начальника управления уголовного розыска регионального главка полиции полковником полиции Здравствуйте, Владимир Анатольевич Добрый день Ну, по итогам первого квартала этого года доля киберпреступлений в стране достигла 38% такая серьезная цифра от общего числа преступлений Наблюдается ли в нашем регионе рост числа подобных преступлений и вот как с этим обстоят у нас дела именно в статистике Рост преступлений данного вида преступлений вообще по всей России и в Приворскому федеральному округу то есть неизменно растет цифры действительно они в среднем по России одинаковые вот у нас за полгода за 6 месяцев 2024 года каждое третье преступление то есть 31% из регистрируемых на территории Самарской области это вот занимает преступления совершенные с использованием информационных и телеканационных технологий вот по итогам 6 месяцев рост 9,1% если вот в абсолютных цифрах говорить то есть тем не менее к сожалению мы фиксируем рост данного вида преступлений из всего массива зарегистрированных преступлений в сфере IT их порядка 6,5 тысяч за полгода совершено более 50% занимает мошенничество остальная часть это кражи преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков и так далее то есть основная негативная тенденция нам дает все-таки мошенничество мошенничество бесконтактное способов действительно много то есть мошенники постоянно идут на шаг впереди про охранительную систему как это ни печально говорить то есть совершается бесконтактным способом колл-центры находятся за территорией Российской Федерации соответственно как бы дотянуться привлечь именно организаторов либо тех кто осуществляет звонки потерпевшим крайне сложно самая распространенная схема это звонок сотрудников банковского учреждения либо правоохранительных органов следственного комитета ФСБ, полиции о том что с его денежными средствами хранящих на расчетных счетах происходят сомнительные операции соответственно необходимо открыть безопасный счет либо пытаются на ваше имя оформить кредит надо подтвердить этот кредит снять, перечислить на безопасный счет поэтому дальнейшего как бы люди просят сообщить какие-то коды сообщить коды да, подсоединяются к личным кабинетам банков то есть и уже без вашего ведома списывают деньги то есть так хищение осуществляется ни один сотрудник банка ни сотрудник проектных органов никогда не будет интересоваться о находящемся у человека на расчетных счетах либо сбережения, сумм, денеж, средств тем более спрашивать коды то есть в первую очередь как бы вот самый простой простой способ схемы это прекратить звонок и попробовать дозвониться на номер с которого вам звонили то есть 99% вы просто не дозвонитесь на этот номер он будет недоступен если раньше злоумышленники использовали так называемые подменные номера метод облачной телефонии то есть мы на своих устройствах связи могли видеть действительно телефоны дежурных частей телефоны коммерческих банков то есть своих знакомых то в настоящее время все чаще используют интернет-мессенджеры вот самый верный способ это прекратить звонок то есть перезвонить на этот же номер и вы поймете, что все-таки это скорее всего была атака мошенников Владимир Анатольевич такой тоже есть вид мошенничества когда пытаются воздействовать психологически звонят людям говорят, что родственнику нужна помощь и нужен выкуп какой-то и так далее напомните, пожалуйста, что это за схема как действуют злоумышленники и что действовать как действовать в таких ситуациях если вдруг такой звонок поступил да, ну схема на самом деле она уже продолжительное время скажем, используя злоумышленника если раньше, то есть это звонки были с территории Российской Федерации определенные криминальные структуры пользовалась эта схема то есть сейчас все идет с тех же колл-центров которые вот изначально ну первоначально о способах мошенничества говорил бесконтактно в принципе пользуются так же но единственное здесь как происходит передача денег и средств понятно, что атаки злоумышленники производят на социально защищенные слои граждан это пожилой сегмент то есть на наших бабушек дедушек, теть, дядь которые в силу своего возраста ну и коммуникации у них меньше то есть и общение то есть идет звонок на как правило стационарный телефон то есть многие пожилые до сих пор пользуются стационарными телефонами где злоумышленник говорит, что либо родственник либо дочка либо внучка стала виновницей ДТП потерпевшая сторона находится в больнице и для того, чтобы решить вопрос о прохождении органов нужны необходимые средства и говорят, что сейчас приедет ну курьер и передадите ему денежные средства с какими-то личными вещами это полотенце зубные щетки в больнице как бы притупляет бдительность у потерпевших поэтому и вот именно контакт передачи денег происходит с физическим лицом то есть здесь как бы 90% таких преступлений то есть мы раскрываем мы ловим ну как называем курьеров их то есть привлекаем к ответственности но как правило либо пожилые граждане чуть попозже сообщают либо совсем не сообщают то есть узнают когда уже своим родственникам рассказывают поэтому идет обращение в полицию но как правило курьер уже успевает перечислять денежные средства на те банковские карты которые им звонят организаторы этих преступлений вот поэтому вернуть деньги крайне сложно получается поэтому вот именно по таким видам преступлений у всех граждан то есть это профилактика со своими пожилыми родственниками то есть соответственно как только будет подобный звонок обязательно то есть прервать разговор объяснить им что надо попытаться либо с внучкой с внуком связаться с дочерью с сыном то есть убедиться действительно так то есть перезвонить то есть стараться но по всем мошенничествам это в первую очередь это прекратить разговор и сбросить звонок только так можно уберечься в наше время еще люди часто теряют деньги совершая покупки в непроверенных интернет-магазинах вот о чем нужно знать о чем нужно помнить посещая подобные площадки в сети да это тоже одна из схем распространенная схем мы их как условно для себя называем это торговые интернет-площадки понятие фишинга она многогранна то есть но простому обывателю то есть сказать это подменный сайт сайт зеркала как правило ну гражданин когда заходит на любую интернет-площадку торговую площадку ищет интересующую вещь то есть он в любом случае будет обращать внимание там где он дешевле стоит соответственно это вот первое заманивая злоумышленниками то есть это ну нереальная нерыночная цена любого товара то есть как бы человек клюет начинает сообщение то есть если ну действительно в разы цена на тот или иной товар дешевле то есть это скорее всего мошенничествий сайт стоит относиться к нему с осторожностью ну и второе то есть как они эти фишинговые сайты создаются это замена ну малейшего символа то есть название это точка между другими буквами ставится то есть вот ну как бы вроде бы понятно но на это надо заострить внимание увидеть эту точку поэтому как бы ну простым гражданам это может быть более сложно сделать поэтому как бы следить то есть заходить на проверенные сайты ни в коем случае не подаваться на очень заниженные цены ну и самый простой это пытаться как бы приобретение товара понятно всего как бы каких может быть расстояний нахождение магазинов в других регионах все-таки физический контакт то есть пытаться ну самое главное проверенные сайты и не попасться на удочку заниженных цен бывает такое что мошенники завладевают аккаунтом да людей пользователей и от их имени начинают рассылку с просьбой там дать долг перечислить деньги вот как в этих ситуациях действовать и как понять что это не важно на ком и вам пишет а что вместо него пишут мошенники да все наверное сталкивались массовую рассылку когда друзьям вот перезайми пять тысяч до нужного кредита ну конечно надо сбросить и связаться с человеком то есть как бы непосредственно или позвонить непосредственно общение да с человеком ни в коем случае то есть если отходить именно вот от мессенджеров допустим сейчас очень распространено хотелось бы восстановиться по схеме это звонок от сотрудника сотовой компании с предложением и вопросом будете ли продлевать договор услуг связи соответственно человек диктует свои паспортные данные потом звонит госслуг он видит что и через его паспортные данные попытались сменить пароль госслуг потом звонит сотрудник ФСБ все начинает как бы закручиваться завязываться и в конце концов человек оформляет кредит и переселяет также мошенник то есть ни в коем случае не свои паспортные данные говорить не говорить скрытые кадры ключевые слова к паролям госслуг очень много действительно сейчас помимо мошенничеств фиксируется такой вид преступления как неправомерный доступ к хранению законов компьютерной информации то есть очень много взломов попытка переустановки пароля госслуг соответственно то есть это ну все влечет первоначально звонят цель это обмануть то есть мошенничество совершить соответственно диктует человек паспортные данные а потом может быть потерпевший понимает что это могут мошенники но тем не менее паспортные данные и уже госуслуги да пытаются взломать поэтому как бы в конечном итоге это за собой ничего не влечет но тем не менее это восстановление пароля то есть ну и у нас регистрация такого вида преступлений спасибо большое Владимир Анатольевич конечно бдительность прежде всего поэтому всех наших зрителей призываем быть максимально внимательными и осторожными я напомню у нас в гостях был Владимир Корнеев заместитель начальника управления уголовного розыска регионального главка полиции и полковник полиции а как часто жители Самары сталкиваются с кибермошенниками узнали мои коллеги да сталкивалась звонили на телефон что-то там предлагали кредит оформить там то что в беду попали с родственниками сталкивалась с мошенничеством скинули то что вот можете мне подтвердить доставку и в итоге сняли средства с карты да звонки были мошенники они очень активны я сталкивалась с обманом мои знакомые да тоже там на большую сумму денег выставили мошенники да конечно мне кажется нет вообще человека не осталось который бы не сталкивался с такими вопросами безусловно мне звонят на номер телефона безусловно мне звонила и бабушка и мама которым вот звонят предлагает то какие-то таблетки купить с доставкой домой то естественно что какую-то сумму вводят из личного кабинета в банке вплоть до того что блокировали госуслуги личный кабинет на госуслугах и потом через МФЦ приходилось восстанавливать доступ не вестись не знаю более внимательно подходить к этому вопросу вот то есть несколько раз как-то проверять то есть не знаю сбросить звонок ну просто не доверять вот чужим ссылкам все действовать прям по официальным ссылкам приложениям ну или напрямую оплачивать когда уже приличные встречи я знаю у меня сотовый телефон с именной и если там фамилия есть я слушаю а если звонок какой-то мне неизвестный здравствуйте они говорят я сразу кладу и не продолжаю разговор нужно защищать то есть не допускать вообще связи с незнакомцами то есть не вляпаться с мамой сейчас же все с интернетом связано и как-никак ты что-то дальше о себе знать просто нужно в проверенных источниках опубликовывать какие-то личные данные когда мне звонят интернет-мошенники я уже конечно понимаю кто мне звонит я стараюсь тянуть время чтобы они как можно меньшему количеству людей после меня позвонили а когда конечно мама и бабушка постоянно проводим профилактическую работу с ними что если кто-то вам в интернете написал что-то на почту пришло кто-то позвонил с незнакомого номера никакие коды никакие номера карт телефонов ничего не сообщать сейчас мошенники стали очень прокачанными в плане коммуникации и конечно выбирают такие выражения которым хочется поверить первая встреча представителей обновленной структуры госсовета прошла в режиме ВКС участие в ней принял и глава Самарской области Вячеслав Федорищев напомню в понедельник 22 июля утверждены внесенные президентом Владимиром Путином изменения в состав госсовета в него включены недавно вступившие в должность главы 9 регионов в их числе и руководитель Самарской области глава государства также поручил создать 21 профильную комиссию по направлениям социально-экономического развития России ранее их было 18 направление промышленность возглавил руководитель 63 региона Сейчас стоят амбициозные задачи по развитию страны В течение двух следующих месяцев необходимо провести анализ всех действующих на данный момент нацпроектов Каждая комиссия должна детально рассмотреть федеральные программы по своему профилю Новая структура комиссии обеспечивает преемственность работы Госсовета по всем направлениям социально-экономического развития Российской Федерации Новые национальные проекты уже формируются и председатель правительства Михаил Владимирович регулярно проводит строксессии Узнаю что в эту работу вы включились с первых дней Сейчас вы как председатели комиссии должны также активно продолжить эту работу уже в официальном статусе До 1 сентября должны быть сформированы паспорта новых национальных проектов под проектные комитеты В этой связи в ближайшее время предлагаю сосредоточиться на следующем Во-первых обеспечить по каждому нас проекту правильное декопозирование показателей в региональном разрезе Кроме того председателям профильных комиссий предстоит сформировать перечень показателей которые позволят контролировать ход реализации нас проектов в регионах А вот все второстепенные и избыточные показатели из отчетов важно исключить Глава Самарской области отметил что предстоит серьезная совместная работа Важно четко определить цели и задачи основанные на поручениях президента страны Цитата В ближайшие В ближайшие месяцы мы подготовим предложения по развитию промышленности одна из задач повышения инновационного потенциала наших промышленных предприятий Будем определять векторы развития по тем отраслям которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны Благодарю президента России за оказанное доверие не подведу Конец Цитаты К другим темам В Самаре стартовал чемпионат вооруженных сил России по парашютному спорту в течение пяти дней около сотни лучших спортсменов страны на одном из аэродромов региона будут демонстрировать свои навыки Николай Козлов расскажет подробнее Здравствуйте товарищи Здравия желаю товарищ Полтунь ВКС ВДВ ЛВО ЦСКА а еще ДОСАФ В Самару съехались лучшие парашютисты спортсмены со всех видов родов и округов вооруженных сил Российской Федерации Всего 8 команд и около 100 участников Парашютный спорт как профессионально значимый вид спорта вооруженных сил у нас три упражнения те упражнения которые на чемпионате мира среди военнослужащих точное приземление личное и командное индивидуальная акробатика и групповая акробатика ну естественно командное первенство которое в сумме трех упражнений Традиционно на пяти соревнований на парашютный спорт очень восторженно смотрят наши молодежь они видят в вашем лице пример для себя сейчас у нас в стране очень важен момент проведения патриотического воспитания и вы в этом делаете огромную работу в числе участников не только военные но и представители спортивных объединений ЦСК филиала ЦСК Самара и ДОСАФ их спортсмены также будут демонстрировать свое мастерство на этих состязаниях для некоторых это возможность перенять опыту профессионалов и победителей престижных международных состязаний на вооруженке я еще не прыгала но вот мы приехали с Йошкар-Алы со всероссийских соревнований и там очень много людей подходили просто знакомились начинали разговаривать пока ты укладываешь парашют и могли подойти просто сказать что я видел как ты приземлялся где-то рукой перетянул еще что-то такое и более опытные люди они прям спокойно рассказывают показывают то есть это для меня было таким удивлением но очень приятным удивлением захватывающие во всех смыслах этого слова состязания никого не могут оставить равнодушным и как знать может кто-то из зрителей тоже захочет найти свою дорогу в небо Николай Козлов Дмитрий Алатарцев телеканал Губерния к новостям культуры попытки запечатлеть характер города в фотоснимках отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея представляет ежегодный выставочный проект Свет и тень в этот раз работы участников объединены темы сочетания городской среды и природы что видит фотохудожник когда идет по улицам Тольятти и какое настроение несет в себе этот город ответы в материале Марины Парамошкиной фотоисследования построенные на визуальном изучении игры света и тени выставочный проект городской фотографии отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея реализуют ежегодно в его рамках профессиональные и начинающие фотографы представляют свои работы на заданную тему музыка камня и дерево так звучит тема выставки этого года на кадрах гармоничное сочетание городского пейзажа и природы в жанрах изобразительных приемах и ключевых замыслах будем разбираться вместе с авторами снимков что видит фотохудожник когда гуляет по улице Тольятти я довольно человек который не любит что-то планировать основа это импровизация я беру свой фотоаппарат и выбираю плюс-минус определенную локацию в которой я буду сегодня ходить и искать какие-нибудь интересные фотографии конкретно здесь это было ближе к краю нового города к примеру вот эта вот эта фотография была где локация такие подсобные помещения и там множество различных граффити я увидел довольно интересную композицию можно было сфотографировать столб на фоне дерева как бы получить такой контраст камня и дерева как раз про что и собственно выставка и совместить их в композиции с разломом из которого что-то растет я думаю вполне себе хороший контраст Тольятти именно такая одна из ключевых может быть тематик для фотографии потому что у нас очень тесная связь города в принципе с камнем и деревом у нас тут рядом лес и в принципе в городе растет множество различных растений из-за чего контраст найти достаточно легко и сделать фотографии тоже довольно просто по словам фотохудожников несмотря на отсутствие в кадре людей крупным планом каждый снимок несет определенное настроение мы всегда вот в центре урбанистики Толейского государственного университета мы всегда стараемся показать город с какой-то интересной необычной впечатляющей стороны и вот конкретно эти работы они в том числе показывают разные его стороны и тут много на выставке работ которые там показывают природу показывают какие-то интересные места мы же хотели в том числе показать какие-то обыденные места но под интересным ракурсом то есть красота в глазах смотрящего вот эта любовь к восемьневности любовь каждой минуте своей жизни в общем она в нашем проекте выражается еще в любви городу у нас на самом деле три проекта и город в объективе это самый ну такой наверное творческий проект ребята каждый по-своему показывают как может выглядеть наш город его уголки какие-то детали какие-то ну совершенно неожиданные вещи и здесь можно увидеть работы студентов в жанре уличной фотографии постановочную фотографию непосредственно архитектурную фотографию то есть фотографию городской среды и такой не совсем обычный жанр он больше к современному искусству относится это урбан ротко то есть фотографии которые имитируют стиль художника марка ротко и представляют собой такие снимки напоминающие живописные полотна абстрактные впервые в проекте свет и тень представлено пространство экспериментальной фотографии здесь свыше 80 работ выполненных в нетрадиционных жанрах и техниках исполнения снимков экспериментальная фотография она иногда уходит в корни ну то есть к началу фотографии как пинхол это по сути как бы современная камера абскур это съемка вообще без объектива то есть это съемка через отверстие плюс какие-то смешные там например объективы которые по-разному искажают действительность и линсбэйби и фишай и монокли стало уже два автора ну то есть вот как-то и мультиэкспозицию мы взяли она наиболее у людей пока получается она просто без экспериментальной фотографии нет наверное какого-то развития именно фотографий как искусство у каждого города есть свой голос убеждены фотохудожники где-то отчутливее слышится гудящая мелодия панельных домов и величавых промышленных предприятий а где-то ключевым аккордом звучит природа выставка музыка камня и дерева это результат попыток запечатлеть характер в том числе удивительно разного Тольятти Марина Промошкина Андрей Алексеев телеканал Губерния а сейчас о здоровье самолечение право пациента или рискованный выбор большинство из нас хотя бы раз пытались своими силами справиться с болезнью не обращаясь к специалисту по статистике фармацевтических компаний 80% россиян выбирают и покупают лекарства сами без рецепта но правильно ли это мы узнали у врача общей практики ну конечно же нет лечиться по интернету очень так скажем порочная практика то есть здесь должен работать специалист все-таки с медицинским образованием на какие витамины тратиться не стоит витамины очень нужны организму да то есть как бы дефицит витаминов приводит к некоторым заболеваниям да но переизбыток витаминов он еще хуже может привести к более тяжелым последствиям некоторые пациентам принимают витамины бесконтрольно 12 месяцев в году это же конечно же неправильно то есть витамины опять же должны назначаться врачом вот по показаниям в летний осенний период когда естественным образом поступают витамины да то есть когда под воздействием солнечного света инсуляции то есть вырабатывается естественным образом витамин D да то есть вот тогда да его не надо да то есть вот а к весне вот этот вот запас витаминов истощается и действительно да может быть стоит 1-2 месяца не больше принимать поливитаминные комплексы а если сузиться и сказать о конкретных витаминов вот например витамин D да то есть как бы он актуален в нашей полосе то есть практически 9 месяцев в году а иммуномодуляторы иммуномодуляторы это такие препараты которые воздействуют на иммунитет вот и в иммунитет лучше не вклинивается без назначения врача то есть это очень чревато потому что здесь уже возможно при неконтролируемом приеме уже нарваться на боли грозные осложнения то есть аутоиммунные заболевания и так далее то есть не стоит точно то есть поддерживать иммунитет старайтесь естественным образом это закалка это солнце воздух вода то есть правильный образ жизни здоровый образ жизни отказ от алкоголя от курения прямо сейчас прогноз погоды а сразу после эфира канала губернии продолжит телесериал сын отца народов у меня же на этом пока все всего доброго в четверг в самарской области будет переменная облачность местами пройдет кратковременный дождь гроза днем плюс 17 плюс 24 ночью плюс 10 плюс 15 ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду на севере и западе в дневное время плюс 17 плюс 21 на востоке и юге 21 24 градуса тепла в самаре облачно с прояснениями днем плюс 21 ночью 14 17 градусов тепла атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртудного столба относительная влажность воздуха 45-74 процента температура воды в Волге почти 22 градуса 100 cм 30 60 60 30 80 80 70 91 80 91